Вот, ребятки, моя мечта. Ну, это размер огромный. Какая она красивая. И вот он кувшин. И сюда мультик кладется. Туда зубные щетки пасты и кувшин сам большой, огромный. Ну, какая же красота. Вот сейчас я как раз жалею, что нет возможности это приобрести. Кузнецов, по-моему. Печать. Просто шип. Просто это. Я же не могу предположить, сколько это стоит. Кофейник, смотрите. Да, есть, увидел. Необычный. 30-е, 20-е годы. Кафешка открылась, здесь опять цветов понасажали. Света говорит, маргаритки эти, вот эти засушенные. А как они так сухие цветут-то? Как это вообще возможно? Ну, такие вот растут они. Забавные. Да, это ты говоришь, бетонья. Это бетонья. И вот это. Не ночью, такой запах великолепный у бетонья. Ну, вот запахи не все чувствуют. Вот что-то необычное вот это. Чудо какое-то. Посмотрите, листочек красненький. Видишь, что там цветочек красненький. Интересно, что такое. Даже что-то на что-то съедобное похоже. Чудеса. Ну, вы наверняка знаете, скажете, как это называется. Вот дальше. Смотрите, тоже красота. Еще какое-то растение. Ну, здесь цветочки отцвели. Вот, они маргаринточки. Смотри, какой они прям. Красивые. Так, ладно, Света, не будем отвлекаться. У нас цель. Мы идем на площадь рынок. Ну, что, друзья, давно рынок и начинался именно вот с этой стороны. Видимо, им дали добро. И раньше еще по этой стороне они располагались. Скорее всего, в ближайшее время они расположатся здесь. А пока что он, видите, начинается здесь теперь. Раньше и всю зиму этого, да, не было здесь. Их отсюда прогоняли, прогоняли. Вижу здесь пару плафонов от светильников. Хрустальная ваза, телефон какой-то винтажный. Но это детский пластик. Маленький доктор. Да, детство проходит быстро. И в детстве мы мечтаем о многом. Конечно же, да. И каждый находит для себя какую-то профессию, к которой думает, что будет стремиться. А после, скорее всего, жизнь направляет в другую совсем сторону нас всех. Кто бы знал, что вот блогером я стану, например, да, если себя лично касаться или что буду петь. Если не гоняться прям за антиквариатом и чем-то дорогим, то можно украсить очень красиво свою дачу. Например, вот такой вышивкой в раме. Смотрите, там цветы в чайнике стоят. Здесь и девочка, можно сказать, сама кукла стирает. Медвежонка антикварного. Прелесть. И, кстати, большая. Это же детскую оформить. Я бы вот обе даже забрал. Вот так. Если девочка есть в доме, да, то оформить ее комнату очень красиво. Сегодня суббота. Поэтому продавцов должно быть много. Здесь видите обувочка. Ну, это начало, это как бы такое. Все тут скромное. Дальше уже будет все красивое. Хотя и в начале здесь можно что-то найти. Иногда неожиданно ценное. Например, это свинка-красотка. Такая сглажная клеймо. А, клеймо даже есть? Кжель. 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 Да, это настоящий кжель. Клеменая со всеми делами. Не копилка. Мы говорят, что это нужно. Песочная. Песочная. А Ганс, почему у вас? Ярная парочка. Это грибочки. Правда, немножко отбитые. Кжель, я забыл. Нету Крыма. Кузнецов, по-моему, они. Нету Крыма. Вот здесь Дулева красивая пара. А, серебряный? А, вот это. Сиреневый. А, сиреневый. Четыре, да. 54-й год. А, вот эти вот. Ага, молочник увидел. С гирляндой, с колокольчиками. Они комплектные, если просто два ангелочка тысячи рублей. Ну да, два целых комплектных есть. А, чуть-чуть отбитые, но прелестные. А сумочка такая сколькая? Ну, не критично, кстати. Шелковая сумочка, китайский стиль. С перемычкой там, посмотрите, из кости. Кости, как правильно ее выражаться. Как-то еще называют этот материал по-другому. Цвет приятный очень. Дополнит любой вечерний наряд. Сакура. Давай, открою. Давай. Света здесь со мной. Света, поздоровайся со зрителя, пожалуйста. Здравствуйте. А, ну видишь, чтобы ничего не выпало такая. Ну вот. Плотная. Да, кармашек. Шелк внутри. Угу. Ну, неплохой сохран. Сабля? Ну да, вот перемычка очень в хорошем состоянии. Солнышко то прячется, то появляется. Но сегодня достаточно прям приятно гулять. Не жарко, чем в прошлый раз, в прошлые выходные. Света смотрит альбом. Как-то я тоже на такой смотрел. Ну вот у нее заинтересовал. Меня тоже в свое время заинтересовал. Я просто заинтересовал, но я потом как-то это пережил. Ну здесь прям цена приятная. Где-то они по 2,5, по 4 стоят такие. Здесь верхняя обложка, но ее просто отреставрировать она отпала. И отдают, по-моему, за 100 рублей всего лишь. Света смотрит. В прошлый раз на этом столе я вам снимал другой сервиз. Его нету сейчас, хотя он мне очень понравился. Я, видимо, его упустил. Но все не укупишь. Так, здесь стоит другой. В этот раз это уже LFZ. Вот с таким рисунком тоже нежнейший. Посмотрите, есть сахарница, чайник, пирожковые. И пирожковых мало, 2 только. Но чайные все на месте, все 6 штук LFZ. Тоже прелестные. Ага, тоже что-то старенькое. Чехия. А это штофики, посмотрите. По-моему, штофики, если я не путаю. Или нет. Кстати, таких не встречал. Нет, это не штофики. Это полноценные статуэточки. Конь на мопеде. Овечка на... Значит, а... Ордер получила и квартиру. Ой, слушайте, я тоже так хочу. Такую фотографию ордера. Орден получить. Ордер и ключ. Видите, 80-й номер квартиры. Купила ли это? Прикольно. Они у меня лежат? Так. А Иван пришел ко мне в хвостик. Я говорю, что они лежат? Давай, поговорим. Вот тоже чудо. Крыска. Света, Света рассказывает про Вера. У нее Вера лежали, а я говорю, что они лежат? Давай. И я ей на стене красиво вкрумел. И она это рассказывает своим зрителям. Приколочил, подешил Вера. И так красиво. Сразу стена ожила. Это Рига у нас. А почему у вас такие Вера? Вербевочки. 250-300. 250-300. Неравные все размеры. В вашей семье сохранились вот такие чудеса? И были ли вообще? Ух ты, есть даже ценник. Не ценник, а... Цена 0,64 копеечки. Воронеж. Спорткомбинат. А какой год? 72-й что ли? 72-й, по-моему. Ну, похоже на... А, ты хочешь приложить? Да. Ой, слушай, ну замечательно. Еще в этой атмосфере. Потом посмотришь на видео. Это бирюза? Бирюза. Нет? Нет? А очень похоже. Очень похоже на бирюзу. Возможно, почему нет? Возможно, бирюза? Конечно. Ну, если бирюза, тогда, Ваня, посмотри. А... Дело в том, что была бы вторая часть, а ее нету. Ну да. Поэтому теряет вес весомость свою. А так, конечно, пряжка красивая. Так ее только в видео украшения можно куда-то просто пришить. Ну, там... Пусть полежит пока Ваня, это вторая. Пусть-пусть. Как вам чайничек с ландышами? Большой. Достаточно на большую семью. Или компанию. Ребятки, смотрите, сколько вьяночков зацвело. Белоснежная полянка. Прелесть, да? Ручные росписи. Дулева. Ух ты, она здесь даже ярче. Небольшая. Сантиметр. Пятвадцать. Пятьдесят девятый год старенькая. Прелесть. Стрекозка. С каким-то натюрель-камешками. И бронзовая. Так, мое внимание привлекла вот эта пара LFZ. И одну пару здесь я уже прикупил. Замечательную. С птичками. Но это тоже красотка. Лучистая, по-моему, называется эта форма. Вот лучики по блюдцу и по чашечке. Блюдц-колокольчики. Прелесть. Слушайте, такого чуда я не встречал. Сколько? Пятьдесят. Заяц. Антикварный. Юбки. С этим, как его, фарточком. И что-то... А, это она юбку в руках держит, зайчика. И косынка на ней. Вот это чудеса. Старинная игрушечка. И есть... К ней есть еще парень. Давайте сейчас покажу вам. Чуда не встречал. Ни на Авито, ни на это... Ни на рынке. Классно. Еще и у нее лопаточки на ней. Вот он, парниша. Ну, немножко подклеить саму балалайку. И в брюках, смотрите, в брюки, в полоску. Все серьезно, пояс на нем. Вот это чудеса с усами. А смотрите, глазки, глазки приклеенные, бисеринки. Чудеса в решете. Парочка. В Чехословакии розовый фарфор. Гасильки, это я так понимаю. Золотая ручка, очень красивая. Ваза дорогая. К покупке. Но как экспонат, конечно, привлекательный. Спасибо. Все равно интересно. Видите, надпись «Москвичка Галя, 78-й год». Подпись автора, все как положено. Вот она, «Москвичка», 78-го года. 70-80-е. Красотка, уверенная. Ну, в принципе, ничем не отличается от теперешних дам. Только единственное, что одеждой. Как-то у меня была подобная повозка, но в цвете. И мальчонка был с другой стороны. Здесь он толкает эту повозку из листвы. Красивый фарфор. Есть клеймо. Здесь он толкает, а там у меня наоборот. Он как бы придерживает ее с другой стороны. Смотрите, клеймо в тесте. И клеймо, значит, печатное. Германия, по-моему, Германия. Ангелочек вот такой. Это у нас кто? Это кто? Это Италия. Вот вашу барышню, Татьяна. Сантиметров 35 высота и 35 ширина. Вы можете зайти из ресторана и посетить. Наверное, я, я посетил. Все, это не надо. Не поверните. Италия, Татьяна. Девочки, мальчики, здесь два корабля стоят. Посмотрите, какие интересные дизайны. Два кресла. Света спросила присесть. И второй кожаный, смотрите. Чудеса. Ну вот Света невысокого роста. Ей как раз этот низко от пола. Хотя у тебя еще там приступочек многие, поэтому ниже. А так атмосферный, очень атмосферный. Если его подреставрировали. Чудеса. Грибы, грибы, грибочки. Подосиновички это, да? Подберезочки или кто это? Это подосиновики же, да? Вот так вот. Сколько кучка? 400. 400. Все так, ухожи, и грибочки пошли. А, да все, 1300. Какие хорошенькие, аппетитные. Ножки вон там. Глотненькие, да. А, ничего, нормально? Нормально? Готовлюсь. Выступление сегодня. Но все равно прибежал снять. Где будете досмотреть? Сегодня на Барвихе. Там две песни пою. С девочкой. Ребятки, подошел я наконец-то кассе. Посмотрите, какая росла. С вами кто-нибудь занимается? Не доснял, отвлекли. Красота, посмотрите, какая. Это Франция, антиквариат. Безумно красивая корзинка. Я стою, разговариваю, а сам глаз я не свожу. Очень красиво. Очень красиво. Это Англия. Между прочим, ты когда уже соприкасаешься с фарфором различным, ты уже, конечно же, начинаешь чувствовать производителя. И даже по логотипчику это видно, как он выглядит, по краскам, по цвету фарфора и так далее, и по форме, конечно же. Сейчас я вам покажу логотипчик. Ну, клеймо, вернее. Красотка. Она, знаете, чайная кофейная, потому что она, ну, или для хорошего такого кофе. Не маленькая. Роял Графтон. И еще, видите, есть цифры, да, в тесте. Это и рисунок, номер рисунка. И, возможно, ну, какой год ориентироваться по этим цифрам можно. Красота. Очень, конечно, понравился этот сервис. Здесь и сахарничка, здесь и молочник на ножке. И три кофейных вары. Так, и еще вот эта кружечка выделяется желтыми розами. Здесь и с красными точно такая же. Еще покажу, что на этом столе есть. Вот эти очень тоже понравились. Кстати, пашотнички вот эти с птичками. Тоже вариант хороший. С пташечками. Так, это можно сахарницу, можно солонку из нее сделать. Вот с такими ручками. Франция лимош. Прекрасная. В принципе, даже можете ушные палочки поставить. Ну, вот кто во что город, как говорится. Но вещь прекрасная. Так, на этом столе мне также понравились две эти тарелочки. Я вот сейчас их достану. Вот они. Вот на этой легкой, легкой потертости. Если в более лучшем состоянии. Ну, так, незначительно, знаете. В любом случае, красота. Так, это у меня сумка с плеча упала. Конечно же, мне нравятся ангелочки. Вот эти вазон. Мне очень нравится. Здесь есть большой, я вам его показывал. Этот поменьше. Очаровательный. Очаровательный. Четыре ангела держат на руках. Ну что ж, друзья, мы уже с вами дома. Напоминаю, что все, что продается у меня, можно увидеть на телеграме. Телеграм, ссылка на него указана здесь в первом прикрепленном комментарии. Например, вот эта прекрасная ладья у нас в продаже с медальонами на ножки. Вот она такая, не большая, не маленькая. Очень красивая ладья. Сейчас мы посмотрим. Здесь есть клеймо Розенберг. И также чайная пара от Розенберг. Я вам тоже ее сейчас покажу. Вот это чайная пара с цветочком. Красивым, оранжевым. Бабочки там. Пташка сидит, значит, у нас на веточке. Рядом тоже бабочки. С другой стороны у нее активный цветок. Такой же, как и справа. Тоже Розенберг. Продажа. Пожалуйста, можно приобрести. Напомню, ссылка телеграмма в прикрепленном первом комментарии под этим видео. Это кобальтовое блюдо с медальонами и вставками белого фарфора. Тоже в продаже. Также и подставка, на которой она стоит. Есть больше, есть меньше эти подставочки. Подставки другой формы на ножки. Также есть в продаже. Вот она. Для книг. Тарелок. И можете иконы ставить. Что еще можно? Можно картины. Ставка для большой тарелки. Тоже в наличии. Бронзовая рамка на ножки. 10 тысяч. Тоже в наличии. Петельник из латуни. В рабочем состоянии. Также продается. Латья фарфор. Ангел гребет. К счастью. Повозка к счастью, так назовем это. Также в наличии. В наличии это лампа антикварная с молочным стеклом. Антикварных ламп в наличии. Одна из них включена, а одна нет. С нагелочками. Достаточно большой подсвечник. Ангел держит три свечи. 7500. Такой подсвечник. Пожалуйста, можете обратиться. Там в телеграме прикреплена ссылка на ВКонтакте. На мой ВКонтакте. Наверху вы видите. И где можете написать. Иван, хочу купить подсвечник. Или что-то другое. Антикварная бра в наличии. Проверил, ребятки? Удивлен. Работает. Все прекрасно. Очень красивая бра. Обожаю такие. Детально рассмотрите. Какая красота. Тарелочки в наличии. Вернее, она одна вот такая красотка. Антикварная. И на кофейная пара в наличии. ЛФЗ. Все это есть в телеграме. Даже две больших тарелки. Это Эльминау. Кобальт с росписью. И сейчас еще одну покажу. Белоснежная. Это уже у нас Ваймер. Друзья, многое другое. Все выложено в телеграме. Там солонка лежит с перечницей. Это такой роскошный собственник. И к ним, к этому комплекту, еще есть сахарница. Продажа. Пожалуйста. Жду вас в телеграме. И, конечно же, время розыгрыша. Время розыгрыша. Время розыгрыша. Бусы у нас были. Бусы красивые. С бирюзовыми. Всякими там бусинками, бисеринками. Так, сколько у нас комментариев? 80-80 комментариев. И мы выбираем случайного победителя. И я вам сейчас поспешу. Бусы мои. Елена Борж. О, Лена Борж. Поздравляю. Лена. Там как раз, что там у нас? По-моему, посылочка же есть. Да, Лене? Да, несколько предметов. И вот третий. Лена Борж. Поздравляю. Бусики ваши. А я сейчас объявлю следующий розыгрыш. Так, вот что у нас следующим лотом разыгрывается. Кулончик на цепочке с надписями. И, значит, кристаллами Сваровски по краям. Нью-Йорк, Майами, Париж и так далее. Дубай, я там вижу. В общем, красавец, красавец, ребятки. И давайте у нас будет слово сердце. Сердце, 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 золотое сердце. Сердце золотое, иначе как сказать? Жду ваших комментариев под этим видео. До новых встреч. С вами был ваш Иван Рыбников. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok